Здравствуйте! Сегодня готовим перец маринованный. Я его называю пальчики оближу, очень вкусный, на зиму прям находка. Для того, чтобы приготовить перец, нужно взять перец, почистить его, удалить плодоножку, набрать в кастрюлю воды и поставить кипятить. В кипящую воду мы бросаем перец на две-три минуты для того, чтобы он немного стал мягкий. Кастрюля у меня немножко с черными полосками, не обращайте внимания, это чистая, просто она все время я не пользуюсь в обиходе. Рецепт очень простой, всем понравится, не надо отдельно варить. Все накладываем в баночки, приправу и так приступим. Вода хорошо уже кипит, воду ничего не добавляем, просто погружаем перец на 2-3 минуты. Я некоторые порезала, некоторые оставила целиком. Все, ждем, пока он измягчится. Погрузить перец нужно в кипяток для того, чтобы он лучше эластичный поместился в баночку и еще вторая причина, нужно снять шкурочку с него. Как только вода начинает кипеть, засекаем 2-3 минуты и вынимаем перец. Для мариновки перец подходит любого размера, ровненький, неровненький, даже вот если вырезано немножко. Ничего страшного. Вот такой, видите, кривой полностью. Тоже пойдет. Он будет эластичный, мягкий, легко войдет в баночку. А если в таком виде я буду ставить в баночку, будет очень мало перчика поместиться. Вода хорошо кипит, перец тоже. Запах очень хороший. На всю кухню достаём перец. Доставать эльбову легко, просто чтобы стекла водичка. Раскладываем на поднос, чтобы он остыл и снять с него шкурку. И так остальной достаём перчик. Сильно пар много, поэтому я пока остановлю камеру. Если у вас много перца, вторую партию перца закладываем в эту же воду. Воду менять не нужно, так как перец спустил сок, и вода будет насыщенной. Тоже погружаем перец. Как только вода закипела, ждем 2-3 минуты. Перца я купила в 2 сетки. Половину решила замариновать, а вторую половину мы нафаршировали и заморозили. Для фарширования я выбрала более ровненький перчик, чтобы внутрь поместился фарш, а который не кондиция, пошёл на маринование. Для фаршировки я оставила перец, я почистила, помыла, сложила один в один, кулёчек плотно и поставила в морозильную камеру. Заморозила в полуфабрикате. Затем я достану замороженный перец, нафарширую фаршем, сразу в мультиварку и сварить до готовности. Очень тоже удобно. А если есть у вас время, можно сразу нафаршировать, сложить в кулёчек. Фаршируем, как обычно, зажариваем лук, морковочку, зелень, добавляем рис, мясо. Я добавляю свинина с говядиной. И этим фаршируем. Томатика немножко. Перец. И сразу же складываю в кулёчек и замораживаю. Морозильная камера у меня большая, правда неудобная. Мне не нравится такая лежачая камера. Места вроде бы много, но всё навалено. Полочек нет. Неудобно очень. У меня вторая камера намного удобнее. Вот эта морозильная камера Индезит у меня намного удобнее. Она быстрая заморозка у неё. На ней вот полочки есть. На каждой полочке всё отдельно. Здесь пишется, что, сколько храниться может. Рыба 2-3 месяца. Грибы. Вот даже хлеб замораживают. 5-4-5 месяцев. Мясо, сырые вот замораживают. Всё. Морковку можно заморозить. 12 месяцев груши. Фрукты готовы. Хранятся 10-12 месяцев. И на каждой полочке отдельно всё складывается. Очень удобно. Вот я заморозила перец фаршированный, что я вам говорила. Он уже заморозил. Вот видите, фаршированный. И до ночи он стал уже заморозиваться хорошо. Вот она упаковала. А здесь я заморозила на 5 видов овощей. То есть синий, перец, лук, помидора. Синий перец, лук, помидора. И чесночок потом добавлю. Всё обжарить на сковородке. Вкуснота зимой. Отлично. Полуфабрикатами я расскажу в следующий раз. Какие я делаю полуфабрикаты. Что я замораживаю на зиму. А сегодня мы говорим о перце. Маринованном. В подготовленные баночки я положила на дно перчик горошком и лавровый листик. Сейчас нужно налить уксус, масло, соль, сахар. Соли нужно положить пол столовой ложки. Вот видите, не полная. В каждую баночку по пол столовой ложки соли. Баночки у меня литровые. А сахара нужно больше. Можно мёд ложить. Но мёд при нагревании выделяет какое-то вещество и начинает разрастаться от раковой клетки. Это научно доказано. И поэтому нежелательно ложить мёд. Можно, нужно положить сахар. Сейчас соль закончу. Так, везде я соль положила. Теперь приступим к сахару. Теперь берём сахар. Сахару нужно взять 2 столовые ложки с горкой. В каждую баночку. Так, теперь мне нужно взять уксус. Уксус берём 9% обыкновенный уксус. Тоже ложим 2 столовые ложки уксуса. На дно баночки всё. В каждую баночку. Теперь нужно положить постного масла растительного. Тоже 2 столовые ложки. В каждую баночку. Всё, после того, как я заложила всё, беру перчик и укладываю рядышком. Сейчас покажу. Перец желательно почистить, но у меня такой сорт, что он не чистится, не снимается шкурка. Есть такие сорта, вот, например, вот эта, что шкурочка отделяется. Её легко можно вот так снять, так как перчик мягенький. И почистить. Это толстостенный перец. А у меня, видимо, тоненький. И он не снимается. Ничего, будем чистить потом. И укладываем перец в баночку. Вот этим разрезиком вверх, плотненько друг возле друга. Я уложила перчик. Посмотрите, какая красота получается. Видите? Он плотненько лёг, так как проваренный, и он плотно друг к дружке лёг. И красивые баночки получатся. Красный, оранжевый. А также можно таким же способом свеже нарезанный перчик уложить. Вот такие красивые баночки получились у меня, когда я уложила перчик. Посмотрите, разноцветные. Очень красивое зрелище. Видите, как поднялась ёшечка. То, что я налила уксус, соль и масло. Пол баночки получилось. А теперь также можно таким же способом свеже нарезанный перчик уложить в баночки. Будет тоже очень вкусно. Правда, он не будет так плотно утрамбован, как варёный. Но я его так прижимаю слегка. И на дно такие же. Всё то же самое. Вот одна баночка. Этот получится более хрустящий. Тут мягенький будет перец, а этот вот так выглядит. Вот у меня ещё чуть-чуть осталось. Всё, подложу. Перец. Вот такие красивые баночки получились с перцем. Там, где я проваривала перец, получилось с жидкостью. Сейчас покажу. Вот видно хорошо. Видите? То есть, если поставить стерилизователем, не пригорит. А здесь, где сухой перец, он сухой. Нужно вот эту жидкость, в которой варился перец, добавить в баночку. И так в каждую баночку я добавлю. До верха не нужно, так как он будет ещё выделять сок. И будет сбегать в процессе того, как он будет вариться. До половины. И в эти баночки по чуть-чуть я буквально по капелечке добавлю. Чуть-чуть. Теперь накрываем крышками простерилизованными и ставим стерилизовать. На водяной бане перец стерилизуем 20 минут. Затем вынимаем вот такими щипцами и закатываем закаточным ключом. Отсчет ведется после того, как закипела вода в кастрюле. Сработал таймер, значит перец, пара готов к закрутке. Теперь достаем щипцами баночку. Вот таким образом захватываем. Ставим на тряпочку. Одним ключиком и закручиваем. Немножко не поместилось. Поджимаем. Крутим. Два раза прокрутили. Опять поджали. Два раза прокрутили. На пол оборота поджали. Еще раз на пол оборота. Оно должно быть как по резьбе проходить. Каждый раз на пол оборота прибавляем. Оно туго получается. Баночка закручивается очень туго. Будет слышно, когда по стеклу идет. Вот это уже лишнее. Вот. Все. Сейчас покажу. Все. Если слышно, то где не были? Слышно? Звук. О! Все. Вот так мы закручиваем баночку. Затем переворачиваем, проверяем герметичность. В баночке нигде, нигде не протекает. Посмотрите. Иначе мы закрутили идеально. Еще раз болтать, чтобы растворился сахар. И ставить вверх ногами. Накрывать ничего не нужно. И крутим следующий. Вот такой красивый маринованный перчик у меня получился. Пробуйте и у вас все получится. Желаю всем приятного аппетита. Здесь у меня осталось небольшое количество перцев, таких красивых, не деформированных, ровненьких. И сейчас их нафаршируем и заморозим. Фарш делается, как обычно. Рис сырой, морковочка, лучок обжаривается. Затем добавляем зелень, приправы, перец, соль по вкусу. И начиняем этим перчиком. Затем все складываем в термопакет или обычный кулек и замораживаем. После того, как нужно приготовить, достаем замороженный перец. Складываем в мультиварку. Заливаем водой, смешанной с томатом и солью для цвета, красения. И включаем мультиварку на функцию варка. Не помню, среднее положение по времени. Спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok